Данные меня, конечно, потрясли. И вообще вся моя жизнь, можно ее поделить до ГМО и после ГМО, до этих экспериментов и после этих экспериментов, потому что до этого я жила вообще вполне такой нормальной, беспечной жизнью, я бы сказала. У меня как бы все было нормально, хорошо. Добрый день, это передача «Народный интерес», ведущая я, Татьяна Федяева. Сегодня мы будем говорить о ГМО. Наша собеседница Ирина Владимировна Ермакова. Добрый день, Ирина Владимировна. Рада вас видеть. Вы доктор биологических наук и вы международный эксперт по экологической продавательной безопасности, ну и также вице-президент Академии геополитических проблем. А, еще и Академия геополитических проблем. То есть ГМО и геополитические проблемы, это все как-то связано? Конечно, мы связаны. Ну, давайте я начну. Передача «Народный интерес» и я начну с совершенно народного вопроса. Вчера читаю, москвичи удивлены тем, что нет тараканов. Они с одной стороны радуются, пишет издание, а с другой стороны тревожатся. И выдвигается несколько версий, куда пропали тараканы и почему их нет. И одна из версий такая. Тараканы едят крошки со столов, с наших столов, а там много генно-модифицированных организмов. И у них утратилась способность к размножению. А? С чего мы начинаем? Народный вопрос. Вы знаете, я думаю, что тараканы на самом деле исчезли уже давно, и наоборот, они даже в последнее время стали где-то появляться. Поэтому здесь, может быть, информация немножко устаревшая. Что касается продуктов там с ГМО, то были даже такие эксперименты в лабораторных условиях, когда там выводили тараканов, которые и для того, чтобы использовать там есть таракань и бега, либо там получили какое-то вещество против аллергии. Вот. И когда их стали действительно кормить продуктами, которыми питаются люди, они перестали размножаться. Такое было. Но это было несколько лет тому назад. Так что я надеюсь, что сейчас все-таки ситуация немножко другая. Тараканы после этого действительно во многих местах исчезли. Но сейчас они стали появляться. Поэтому эта информация немножечко вот не вполне точная, мне кажется. Понятно. Ну вот поговорим о ГМО. Насколько это опасно или не опасно. Потому что тоже мы видим, встречаемся с разными точками зрения. И хотелось бы знать вообще, что нас ждет в связи с этим. Общая такая. Вы знаете, я могу вообще вот эта ситуация с ГМО, она на самом деле безумно странная. Вот я даже не могу даже сказать, что вообще реально происходит. И мне хочется, что наступит такое время, когда мы скажем, а что такое-то было-то, а? С чем мы таким странным столкнулись? Потому что смотрите, были созданы, искусственно созданы организмы, созданы с ошибкой, не проверены на то, как они влияют на другие организмы и вообще на безопасность. И в огромном количестве запущены на планете. В огромном просто. Потому что если брать вот эти картинки, которые представляет компания Монсанто, основной производитель, там просто, не знаю, такое ощущение, что была задача все засеять этими трансгенами. И только когда уже независимо от этих компаний ученые стали проверять, они, конечно, просто в ужас пришли, потому что патологии внутренних органов, бесплодие, онкология, разные болезни, это они на животных обнаружили. И то же самое, конечно, у людей. И вот мне очень нравится, как описал вот эту генетическую модификацию директор института физиологии растений. И он сказал, берется элемент программы, внедряется в другую программу, делается это с помощью третьей программы, и все это делается вслепую. Получается абракадабра, на самом деле. И получается, значит, как один биотехнолог у нас есть, и биотехнологов сказал, ну да, 260, допустим, мы там организм создаем, из них, дай бог, отбираем одно, 259 отбрасываем. И то вот это одно, которое отобрали по внешним признакам, она более-менее похожа на аналог, но что там внутри, вообще никто не проверяет. То есть, и когда даже я вот обращалась к представленному компанию Монсанта, а как вы проверяете, ответ был абсолютно вот такой очень странный, непонятный, это не наша задача. Точно так же отвечают наши биотехнологи. А как вы проверяли их на, как они влияют, на животных хотя бы, на физиологическое состояние, на поведение? Ответ опять такой, это не наша задача. Вот тоже рассказывали пущенцы о том, как они создали морковку, которая растет на снегу, это устойчиво к заморозкам. Я говорю, а на токсичность ее проверяли? Он говорит, это не наша задача. Хорошо, а чья это задача? Мне можете сказать? Он говорит, ну, знаете, а братья до сих пор не решила, кто это будет проверять. А морковка уже пошла, да, наверное. Я просто хочу сказать, вот то, что происходит с ГМО, я даже не знаю, что это такое. Это что? Это полная какая-то вот беспечность, безответственность, необразованность, непатриотизм, там, я не знаю, не любовь к стране, к планете. Что это такое? Когда не просто там в огромном количестве все это распространяет, но еще и люди, которые вдруг начинают это поддерживать. И когда я спрашиваю, ну, вы сами же ничего не проверяли, не проверяли, почему поддержите? Ну, нам так кажется. Или нам хочется, да, или вот компания раз говорит, значит, так оно и есть. Как здесь не вспомнить знаменитая марксовская ради 300% прибыли? Да. И может быть, вот эта прибыль, она светит впереди, что ты получишь прибыль. А что будет за этой прибылью, какие последствия наступят? Я помню вашу статью о Германии, о животноводах Германии. Вот вы не могли бы немножко об этом рассказать? Что вообще происходит? И какие проблемы как бы локально проявляются уже? Ну, я сначала, может быть, напомню о том, что мы сами получили, да, и потом перейду к Германии, потому что очень там все это взаимосвязано. Дело в том, что когда вот я проводила исследование, ну, сразу хочу сказать, что в мире существует огромное количество исследований, доказывающих опасность ГМО, около полутора тысяч таких исследований. Ну, мое исследование оказалось чуть ли не единственным, только потому, что я проверила, как они влияют на потомство, хотя во всех руководствах было написано, проверять на пяти поколениях. И начинала кормить вот самок еще до начала спарения самцами. То есть вот это у меня была вот эта схема, она оказалась чуть ли не... То есть работа такая оказалась единственной в мире. На мышах? На крысах. На крысах. И даже вот официально противопоставили моим исследованиям одну единственную работу американских ученых, у которых, конечно, все там хорошо, естественно, получается, вот они там кормили, в отличие от меня, стали подкармливать беременных самок. Но у них там был один очень маленький нюансик. Они не проверили ту сою, которую считали генетически модифицированной, что она действительно является генетически модифицированной. Ну, не проверили. И никто, конечно, на это не обратил внимания, никто их за это не критикует. Это одна из уловок, конечно, компании. То есть взять, допустим, культуру, либо такую же, как в контрольной группе, либо, наоборот, такую, как в опытной группе, тогда вы не обнаружите различия. А раз вы не обнаружите различия, значит, будете говорить, нет разницы. А что там, как бы никого не интересует. Ну, в общем, когда я проверяла влияние трансгенной генетической инфтернацированной, линии 43.2, устойчивый крон-дап, крон-дап, это гербицид, который используют для борьбы с сорняками, то вообще данные меня, конечно, потрясли. И вообще вся моя жизнь, можно её поделить до ГМО и после ГМО, до этих экспериментов и после этих экспериментов, потому что до этого я жила вообще вполне такой нормальной, беспечной жизнью, я бы сказала. У меня как бы всё было нормально, хорошо до тех пор, пока я не стала вот это вот проверять. Это вообще проверяла, начала проверять абсолютно случайно, потому что просто обратилась ко мне женщина, написая статью о ГМО. И только тогда, когда я не обнаружила вообще исследование, как они влияют на физиологию животных, или их было так мало, и они практически говорили о том, что это негативное воздействие, и то я их обнаружила через письма уже, то есть в самом интернете их просто даже и не было, вот в научной базе данных. То после этого, конечно, я решила провести вот эти исследования, и до конца я даже как бы не верила в том, что они могут быть опасны. Я думала, что ну как же, мы идем, ну наверняка всё проверили. Ну не может быть так, чтобы вот не проверили и всё запустили. Я в это не верила. Уже потом будет понятно, сколько было лжи, фальши вокруг вот этой проблемы, связанной с этой проблемой. В общем, когда я провела и стала подкармливать самок, то более 50% новорожденных крысят умирали, потому что они были не жизнеспособными, и было ясно, что произошли изменения на генетическом уровне. И из оставшихся живых около 40% были недоразвитыми, и все они были бесплодными. Я повторяла эти исследования там 9 раз, там проверяла сои в виде соевой муки, соево-шрота, соево-семян. Ну это выжимка, масло убирают, и вот эта выжимка остаётся. Уже в кормовая была введена эта соя, и так далее. То есть очень много было данных. Уже потом повторили их, повторили тоже в российских хомячках с Уровым. И тоже получили недоразвитие бесплодия потомства. В каком поколении это получается? Ну, у меня это было, бессмертность была в первом поколении. Но опять-таки, если вы берёте родителей за первое поколение, то это будет второе. А если вы родители не принимаете внимания, то я считала его первым, а второго у меня уже не было. Ну, соответственно, то же самое было и с хомячками. Я просто хочу сказать, что очень те, конечно, учёные, которые повторяли эти исследования, они всё это видели, были в шоке. И даже те, кто был за ГМО, они, конечно, сразу все стали противниками. Но что стала делать эта компания Монсанто? Она, значит, поскольку ГМО уже пошли по всей планете, и даже директор этой компании Шапиро в своё время сказал, что да, ГМО опасно, и так его уволили после этого. И тогда они как бы пошли по какому пути? Всем внушать, что ГМО безопасно. Вот всем внушать, вот все даже думают, что они безопасны. Второе – не допускать исследований, независимых от них учёных, о влиянии ГМО на животных. И третье – те учёные, которые уже получили данные, надо их компрометировать. Любыми способами, там, обвинять их вообще во всех смертных грехах, и не фактически говорить, что либо они там не в себе, либо там ещё что-то. Это вот такая вот была их позиция, линия. И, конечно, учёные, многие как бы перестали заниматься этой проблемой. Ну, к тому же, я уж не говорю о том, что учёных лишали грантов, лишали работу. То есть было достаточно сильное воздействие. То есть насколько вот эта компания оказалась мощной на планете, потому что во всех странах была абсолютно одинаковая ситуация. Значит, ещё раз повторю полученные мной результаты. Высокая смертность потомства, недоразвитие, бесплодие, патология внутренних органов у всех животных. И когда я поехала в Германию, я поехала туда по приглашению с большим докладом, было там около тысячи человек в зале. Я стала рассказывать о полученных результатах. И ко мне после уже доклада подошли фермеры и пригласили к себе. И вот тут, конечно, то, что я увидела, я вот ещё очередной какой-то шок от вообще вот то, что связано с ГМО. Во-первых, все фермы, вот он мне показал, закрытые фермы, которые существовали вообще много лет и передавались от отца к сыну. А что же произошло? Дело в том, что поступил новый биокорм, в котором, судя по всему, были генетически инвестиционные организмы. Это могла быть и соя, и кукуруза. Стали погибать телята, вот как в моих исследованиях. Потом стали умирать взрослые животные. В молоке был обнаружен высокий уровень лейкоцитов, это значит гной. И приезжали комиссии, проверяли чуть ли не каждый день. После этого там вообще была очень странная ситуация. Как только корова умирала, её забирала эта комиссия. За анализ этой коровы платил сам фермер, платило общество фермерское, ещё платила администрация этого округа. То есть вот эта комиссия, или эта группа, которая забирала эту корову, имела тройную оплату своих исследований. После этого, если ещё коровы начинали умирать, то забирали оставшихся в живых коров. У этого одного фермы, у него было 240 голов, из них умерло за 3 года 120, а остальных забрали. И ферму закрывали. Я говорю, хорошо, почему он мне показал, что вот очень много ферм, которые были закрыты. Я говорю, хорошо, а что же дальше-то происходит с фермерами, куда они идут, если они уже не могут заниматься то, чем они занимались много лет, а то вообще передавалось по наследству. Говорят, ну идут на фабрики, и пускать индустриальное молоко. Вот насчёт индустриального молока, конечно, здесь нужно тоже прояснить, потому что в своё время проверяли творог в роддомах, и выяснили, что в твороге нет молока, что там вместо молока соевая мука и пальмовое масло. И вот это индустриальное молоко, конечно, оно может быть как нормальным, так и, возможно, продаётся очень дорого или идёт в определённые места, либо это может быть как бы аналог молока, действительно из соевой муки и пальмового масла. И вот когда знакомые мои знакомые, к чему вот это вот приводит, вот этот аналог молока? К тому, что кости хрупкие, да, и могут образовываться тромбы из-за пальмового масла, за счёт того, что там вот эти вот насыщенные жирные кислоты, которые не разрушаются при температуре тела человека, вот, и забивают сосуды. И вот знакомая моя знакомая умирает от того, что у неё был тройной перелом, то есть хрупкие кости, и потом образуется тромб, и она умирает. Значит, если она действительно пила вот этот аналог нормального молока, то это могло привести к такому печальному результату. Ну, а что касается фермеров, то они, конечно, просто кричат о помощи. И мне даже дали письмо одного фермера, который пишет о том, что идёт очень сильное давление на них, что и много чего не разрешает, и заставляет вот кормить вот этим кормом, который приводит к гибели животных. Хотя вот один фермер сказал, вот я сейчас перешёл на другой корм, тоже получил как-то очень нужно было решение получить, и вроде бы от него не умирают там, и так далее. То есть, опять-таки, если, например, та же самая компания американская захочет взять под свой контроль всю молочную промышленность, достаточно запустить своё биокорма. И уже это происходит в России, когда в Орловской области, из Орловской области пришла вот такая информация, что в молоке обнаружен гной, то есть патология внутренних органов у животных, да, и что там эту ферму будут закрывать, это первый звоночек, потому что уже это произошло в Германии, то же самое будет у нас. Потом это уже молоко будут выпускать на заводах и фабриках, и там брать какой-нибудь там порошок, непонятно какой, разбалять водой и выдавать за молоко. Вот что нас ждёт, и что сейчас произошло в Германии. Ещё вот я хотела, конечно, сказать, вот эта у меня информация безумно поразила, я её сначала вычитала в книге Уильма Энгделя «Семна разрушения и тайны подоплёка генетических манипуляций», о том, как животных держат вот на этих фермах. Причём это сейчас везде, это и во всех странах, в том числе и у нас. То есть вот я вспоминаю, как к животным относились наши бабушки, да, там поминали. Кормушка кормили, да. И это их, они там на пастбище были, какие-то коровы щипали травку, какие-то лежали. Сейчас коровы держат в очень таких вот стойлах, очень маленьких помещениях, они буквально один рядом с другим. И она прилично, корову не может прилечь, она вот всё время стоит, много лет она стоит. И вот с неё вот берут молоко, причём у животных, вот как описал Энгл, у них, конечно, пониженный иммунитет, у них стрессы, очень много заболеваний непонятно каких. И когда вот пошли биокорма с ГМО, то они вот поэтому и стали очень быстро умирать, у них сопротивляемости практически не было. А вот это, понимаете, вот это отношение к животным, как к автомату для получения молока, я говорю, ну пусть заведут лучше механическую корову и добывают молоко, ну зачем же так издеваться над животными. И опять-таки, понимаете, есть правила по тому, как содержать и обращаться с животными, но не работают. Обходят вот эти вот компании, все обходят. Это проблема российская, проблема германская, европейская или общемировая? Это пришло из Америки. Это общемировая пришла, это вообще из Америки и Америка. Ну вот у нас, например, у нас огромная территория, ну почему бы не сделать нормальное помещение для коров, и дать им побольше сделать, стоило хотя бы, да? Я понимаю, там бывает в маленьких странах, у них просто места нет. Вы сказали об индустриальном молоке, но индустриальное молоко предполагает индустрию производства. Если учесть, что у нас сейчас очень крупные землевладельцы, ну мы знаем, это Мираторг, например, мы знаем, что это Александр Николаевич Ткачев, один из крупнейших землевладельцев, это министр сельского хозяйства, и он же крупнейший землевладелец. РУСАГРА, РОСАГРА, ну и еще ряд таких структур, то если такая структура большая, то понятно, что не будут они гулять с коровкой, не будет она щипать, это тоже индустриальное производство. Так я понимаю? Ну если у них большая территория, может наоборот будет? Это вот как раз нужно... Нет, но если большая территория, они выращивают корма, ставят большие коровники, как раз индустриальное производство, и они об этом говорят. Нет, ну индустриальное, да, но я просто... Чего нам ждать? К чему этот вопрос? Ну понимаете, если сейчас молочная промышленность окажется в руках тех же самых компаний транснациональных, которые захватили сейчас молочную промышленность Германии, то нам ждать индустриальное молоко, которое может быть и не молоком вовсе, да, то есть будет просто соевая мука с добавлением пальмового масла, и оно будет безумно вредным. Вот то, что я рассказывала про эту знакомую, моей знакомой, которая просто вот умерла, поскольку, возможно, пила вот это молоко. Ну понимаете, тройной перелом, то есть хрупкость костей связана с тем, что нехватка кальция. То есть если, например, человек думает, что он получает кальция, он его не получает, и так далее, и тому подобное. Потом, понимаете, этот творог, в котором не было молока, обнаружили в роддомах в нашем России. То есть с раннего детства уже закладывается опасность такая, да? Да, роженицам давали такой творог, и она его ела, а потом кормила своего ребёнка. У вас много публикаций, и есть публикации, где вы говорите о влиянии ГМО на климат даже. Это действительно такая связь существует? Или это просто гипотеза? Вы знаете, я даже поехала на конференцию, которую организовывала сама компания «Монсанто» по приглашению Международного комитета, и мой доклад назывался «Изменение климата как результат искусственного распространения искусственно созданных организмов». И там я просто приводила данные, у меня был постер, я приводила данные о том, что ГМО, во-первых, происходит генетическое загрязнение, и дикие виды родственные каким-то там культурам, они тоже через какое-то время становятся генетическими церами, и исчезают, поскольку все семена трансгенные, они бесплодны. И те, кто едят вот эти вот семена, там растения, они тоже становятся бесплодными. Ну, не сразу, там, да, первое потомство получается, а потом уже потомство станется бесплодным. То, что произошло в моих исследованиях, да. И это уже как бы привело к исчезновению огромного количества животных, растений. Например, вот сейчас происходит, там, где растут ГМО-культуры, там деградация почвы, там исчезают микроорганизмы, это опустынивание, да. Очень много бактерий исчезает, потому что ГМО, они запустили некий вот такой глобальный механизм бесплодия всех живых организмов. Потому что, что сделали эти компании? Они создали некий механизм для внедрения генов, который должен как бы быть достаточно простым и легким, и любой организм, который соприкасается, он фактически заполучает вот эти непонятные гены. и на свет начинает появляться вот химерные организмы, мутанты, которые все бесплодны, как при скрещении ослоя лошади, мул, да, он бесплоден. И когда мы это в эксперименте получили, и стали говорить, остановитесь, потому что самой технологии внедрения генов, допущена ошибка, и вы просто придёте к тому, что начнёт разрушаться биосфера. А первые признаки разрушения биосферы, это изменение климата и погоды, да. И то, что уже сейчас мы видим, это как раз результат вот этой вот непродуманной деятельности человечества. Я вот на этой конференции я приводила все данные по насекомым, что с ними они исчезают. А это опылители. Исчезают опылители, исчезают растения, которые опыляются насекомыми, да, потому что в ней происходит опыление. Это исчезновение дождевых червей, это исчезновение тоже птиц и млекопитающих. Посмотрите, что даже у нас в лесах творится. На это обратила одна женщина, и действительно так оно и есть. Вот в кормушку раньше мы клали хлеб, пшено или какие-нибудь там другие крупы. И тут же налетала куча птиц. А тут положили, через неделю приходит, всё лежит. За неделю ничего не съедено. Это о чём говорит? Мало птиц или птицы не едят это? Я думаю, мало птиц. И не только птиц, но и белок. Мы орешки туда клали. Это мы в парке делали, в парке, в таком лесном массиве. Я не могу сказать, что это совсем там около дома. Нет. Птиц нет. И на это обратили очень многие люди, что нет птиц, нет белок, куда-то они все поисчезали. И, понимаете, вот на самом деле биосфера, она очень хрупкая, но она соткана из миллиарда живых организмов. Всё взаимосвязано. Если, например, исчезают бактерии гниения, трупы не гниют. Вы знаете, то, что сейчас уже происходит. Если исчезают почвенные какие-нибудь бактерии, то идёт деградация почвы. Есть льдообразующие бактерии, от которых зависят осадки. И так далее. И вот был запущен процесс по генетической модификации, который фактически разрушает нашу биосферу. Ну, я уж не говорю там о том, что много химикатов, которые... И ГМО сопровождается. То есть совокупность. Да, ГМО сопровождается вот как раз химикатами. И когда говорят наши оппоненты, нет, там ГМО, если будет ГМО, не будет химикатов. Это они имеют в виду там генетически-инститированный организм, устойчивый к насекомым. Но те же самые генетически-инститированные организмы, устойчивые к гербицидам для борьбы с сорняками. И поэтому химикатов используют очень много. И когда, например, на полях стали появляться суперсорняки, то их стали использовать во много раз больше, чем раньше. Там приоделось цифры в тысячи раз больше. То есть, помимо всего прочего, идет еще отравление почвы. И это все попадает в воду. То есть вот это ГМО, это наш новый кошмар, я считаю, человечество. Вот кошмар человечества, все понятно. Но те люди, которые это внедряют, которые это разрабатывают, они же понимают, видят, что происходит. То есть им-то тоже грозит опасность. Вы знаете, немножко по-другому у них процесс поставлен, если взять Америку. Они, как бы вот даже брать, возьмем ученых, они получили грант на какую-то конкретную тему. Ну, допустим, им нужно было учить растение, устойчивое там, химикат. Они получили. Дальше, для того, чтобы продолжать работать, им нужно получить новый грант. И их задача получить этот грант. Потому что если грант это дополнительное финансирование, то они фактически не смогут нормально работать. И они делают все, чтобы его получить. То же самое, понимаете, это такая система, если ты не будешь делать, что от тебя требуют, то ты не будешь дальше двигаться вперед. То есть капитал диктует? Да. Все диктует капитал. Если кому-то выгодно, чтобы были, допустим, трансгенные организмы, то и, соответственно, они с помощью денег будут продвигать эту тему. Но они же знакомы и с вашими исследованиями. Во всяком случае, наверняка руководство компании. Ну, я могу сказать, даже после моей такой поездки туда был какой-то результат позитивный. Потому что сказали, ну, я выяснила, что уже в грунт, там не стали высаживать в открытый грунт трансгенные семена, но стали создавать заводы и фабрики для производства ГМО, чтобы это напрямую шло к людям. Но опять, чего они не понимают? Это же на молекулярном уровне. И загрязнение все равно будет. То есть у них, понимаете, какая-то вот суперидея с помощью ГМО, там, может быть, сократить население, накормить население этими ГМО, там, причем же разные могут быть. Сначала накормить, потом сократить. Ну да, то есть они-то всегда говорят, что будет голод, поэтому только ГМО может спасти людей от голода. Это полный вообще, это полный бред. Почему? Потому что, ну, нельзя накормить людей растениями, которые бесплодны. Это будет только зависимость от этих компаний. Вот, знаете, может быть, я такой глупый вопрос задам. Идешь по улице, я вообще не представляю, чтобы раньше это было 20, там, 40, я не знаю, сколько лет назад, инвитро, то есть оплодотворение через пробирку там, или как это происходит. Это экоцентры. Экоцентры, да. Экоцентры. Да, да. И их стало очень много. И более того, что на это выделяются деньги, из госбюджета. Вот, не кажется вам, что это уже какой-то звоночек? Может быть, я задаю такой вопрос. Не квалифицированный, но... Я думаю, что это прямой звоночек, потому что у меня вообще была очень такая смешная ситуация. Я пришла в один институт, и смотрю, там на первом этаже женщины, очень много женщин, которые входят, там куда-то выходят. А я так еще поднялась, говорю, что дают что-то? Что так много народа-то? Они говорят, да нет, это центр по экстракорпоративному оплодотворению. Я говорю, как? Такое количество народа? Я говорю, да. И потом уже вот у меня родственница, она рожала с помощью КО, потому что она просто в возрасте была. И я узнала, что там очереди большие. И что вот, она говорит, если кто-то там захочет, то летом, летом поменьше народу. Что это значит, ЭКО? Это значит, что уже молодые не могут сами зачать ребенка. Фактически это было в наших экспериментах, когда, например, мы кормили уже, подкармливали не только самок, но и самцов, то только 15% дали потомство, а 85% потомства не дали. И, то есть, были какие-то проблемы. Конечно, вот, был очень интересный фильм, называется «Гомоурожай», когда вот, пришли мужчины, говорили, что вот не получается зачать ребенка, тогда всех этих отцов, как бы, неполучившихся, собрали в одном санатории и стали их нормально кормить. Да, когда стали обследовать эти мужчины, оказалось, что у них очень низкая скорость сперматозоидов или нехватка сперматозоидов, короче, очень маленькая концентрация. Их поместили в этот санаторий, в некую группу, стали кормить нормальной едой. Что вы думаете, через некоторое время у них все восстановилось? То есть, все-таки процесс обратим? Да. Процесс обратим только в одном случае. Если мы сейчас говорим о тех людях, которые пока вот едят «Гомоурожай», но процесс будет необратимым, если уже будут появляться дети от родителей, которые ели «Гомоурожай», и они могут быть бесплодными. Вот их даже у них вот с помощью «ЭКО» невозможно будет получить потомство. Такой вопрос. Какие у нас принимаются нормативные акты, чтобы эту проблему решить? Чтобы лучше не доводить до крайнего такого результата? Ну, знаете, что у нас происходит в стране, я так, конечно, вам скажу, потому что у меня просто уже, знаете, не хватает ни сил, ни нервов все вот это видеть и слышать. Потому что в прошлом году был одобрен законопроект о запрете ГМО, который вот этот закон уже приняли многие европейские страны, нельзя выращивать, нельзя использовать в общественном питании. В этом году, я не знаю, что произошло, на феврале, это как бы произошло после приезда Генри Киссинджера в нашу страну, он известный человек, и к тому же он автор меморандума 200 о сокращении численности населения, поэтому сразу это все связали, естественно. Но после этого, буквально там, через неделю было объявлено, что законопроект о запрете ГМО и запрете пальмового масла правительство поддерживать не будет. А законопроект уже прошел первое чтение УГД, и я думаю, что возможно теперь и Государственная Дума откажется его принимать, потому что она как бы напрямую связана с руководством нашей страны. судя по тому, что по некоторым законам, если вдруг правительство какой-то закон или законопроект не поддерживает, то почему-то его и потом не поддерживает и Государственная Дума. Ну, по крайней мере, такие уже были. Мы сейчас вступаем в эпоху перемен очередных, то есть идут выборы, и это будет очень хороший способ узнать, кто за народ, кто за здоровье этого народа, а кто против. Кто продвигает те законы, которые могут нарушить баланс в нашей стране и вообще в мире, а кто за то, чтобы все-таки убрать и ГМО и какие-то провоцирующие другие факторы. Поскольку Россия занимает седьмую часть, и вот если мы на своей территории будем сажать трансгенные организмы, то я могу вам сказать, это очень опасно для планеты. Вот когда там говорят, что в 30-х годах, 40-х, у нас нет этого времени. Если у нас пойдут поля, с ГМО, то очень быстро будет все разрушаться. Я еще раз хочу почерпнуть, биосфера очень хрупкая. Там настолько все взаимосвязано, если вы что-то убираете, то все остальное тоже начинает рушиться. Вот я говорю, представьте себе домик, построенный из спичного коробка, из спичного коробка. Вот вы один коробок вытащили, второй, естественно, он рухнет. Или вот ко мне подошли знакомые, а они музыканты. Я говорю, ну представьте оркестр, потом скрипка уже там не играет, там труба, там еще что-то, уже оркестра не будет. То же самое биосфера, она, конечно, она просто будет разрушена. И сейчас мы видим, как очень быстро развиваются негативные процессы. То, что я предлагала, что сейчас наоборот, надо провести такой мониторинг и выяснить, что происходит в области, каких бактерий уже не хватает важных для биосферы, каких вот для почвы тоже микроорганизмы, какие исчезли, где и что. И начать все это восстанавливать, пока еще есть такая возможность. Но вместо этого все принимать законы, которые, принимают решения, которые направлены наоборот, чтобы это все распространять. Вот это очень странно. С другой стороны, вот у меня в прошлом году было очень интересное интервью с английским журналистом. И он мне говорит, ну, у вас в стране должен быть голод. Я говорю, а почему? Ну, как почему? Потому что у вас все генетически модифицированные, а они бесплодные. И к тому же, год санкции, и продукты к вам не поступают, свои, значит, вы получить не можете. У вас должен быть голод. Я говорю, знаете, я не знаю, но в магазинах полно продуктов. И я, знаете, я поездила там вдоль полей, я могу сказать, у нас нормальные, хорошие культуры растут. Это из-за пыльности у нас есть обычные семена. Что его, кстати, очень удивило. Потому что, видите, была так, получается, политика направленная на то, чтобы все наши семена заменить на генетически модифицированные. И это действительно было. И я помню, как ко мне подошли двое ребят и говорят, Ирина Владимировна, мы сажаем экологически чистую культуру. Я говорю, а что вы сажаете? Мы сажаем рапс. Я говорю, а семена вы где берете? О, семена мы берем в Канаде, у нас тут все проверено. Я говорю, а вы их на ГМО-то проверяли? Говорят, а что такое ГМО? Понимаете, конечно, не проверяют наши некоторые фермеры, сколько бы мы с ними не работали. Здесь опять-таки ими что управлять? Получение урожая, прибыли. Хотя вот фермеры очень жалуются, что да, вот посадили культуру, у самих аллергия, почва потом вообще не плодоносит. То есть, они уже тоже с этим столкнулись. И я думаю, что все-таки начали принимать какие-то меры. Какая страна могла бы стать примером для России в смысле отношения к ГМО? Есть такие? Ну, знаете, в общем, про Сербию. Говорили, что она очень активно сопротивляется к ГМО. Вообще, многие европейские страны, которые не только организовывали зону свободную от ГМО, а вот в последнее время там вышел такой закон, согласно которому уже каждая страна может решать вопрос, будет у них ГМО или нет. И очень многие страны тут же будут заявления об отказе от ГМО. Ну, среди европейских стран, там, они были развиты, как Швейцария, Австрия, они вообще полностью отказались от ГМО. И там, к ним же относятся Германия, Франция, хотя вот Германия пошли биокорма. Там, может быть, не сажают, зато вот кормят скот. То есть, здесь не получилось, дарили по животноводству и молоку. Поэтому, конечно, эта компания будет искать пути, как бы пролезть. Просто вот удивляет ее вот такая, я даже не знаю, что это такое, такое упорство, вот желание, вот такое ощущение, что это желание навредить. Конечно, еще к тому же ГМО, как мне сказали, стали использовать спецслужбы, как биологическое оружие. И с точки зрения биологического оружия, которое вообще-то запрещено на планете, оно идеальное, потому что человек умирает, заболевает, но вы никогда не докажете от того, что он пил или ел вот эти продукты. А если, например, бесплодие сейчас захлестнет планету, вы тоже не докажете, от того, что их родители ели ГМО, а дети бесплодные. Вот наш эксперимент это показывает, кто-то это взял на вооружение. Ну, взяли, но вот. И, конечно, вот сейчас готовы докажете, что это от наших продуктов? Не докажете. Хотя доказать на самом деле можно. Во-первых, можно экспериментами доказать, во-вторых, можно взять анализ крови. Если у человека очень сильно аллергия, то можно посмотреть, что если в лейкоцитах обнаружили эти трансгенные вставки, то можно уже предъявить претензии. Это, конечно, тоже нужно делать. Нужно бороться. Вот самое главное здесь борьба, сопротивление. Конечно, возможно, как часто поступают политики. Они говорят одно, делают другое, думают третье. и, может быть, даже за счет этого как-то и удерживают ситуацию. Может быть, и так, потому что, когда вы идете прямо, то вы в лоб и получаете. Поэтому здесь очень-очень сложная ситуация. Я даже не знаю, как вообще выйти из этой ситуации. То есть, с одной стороны, нужно как бы не обозлить своих соседей, с другой стороны, не потерять то, что мы имеем. Но я, конечно, как боролась против ГМО, так и буду. И более того, по всем нашим прогнозам, если мы не остановим распространение ГМО на планете, то человек просто погибнет от того, что будет разрушена биосфера. Спасибо, Ирина Владимировна. Это, правда, не очень оптимистично. Но я надеюсь, что наш вклад в дело борьбы против ГМО сегодня мы сделали. И думаю, что наши зрители нас поддержат. Спасибо вам. Да, я вот сейчас мы снова запускаем новые петиции о том, чтобы все-таки был принят закон о запрете ГМО. Уже мы написали много писем и вопросов, и писем президенту. Надеюсь, что все-таки он нас услышит. Ну, мы будем продолжать нашу борьбу, это несомненно. Спасибо. Успехов всем вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.